всем привет ребятки-котятки с вами снова канал йогер-блогер сегодня позаписываю вам онлайн курса у energy future у меня будет отдельный плейлист он уже есть касательно education образование но там больше медицины но образование в целом да я взяла курс пару месяцев назад касательно а у energy future но может быть даже больше да потому что был бум вот этот еще до инаугурации президента был бум касательно энергетики касательно solar city для нее был energy и как раз таки вот был карантин и акции очень сильно скакали я подумала надо разобраться в этой теме не только в акциях а вообще как это работает как работает вся эта жене и был energy взяла курс сан-диего как вы знаете это один из самых таких городов технологических там очень много вот технарей не только вот сан-франциско да там больше айтишников но в сан-диего там вот технари там очень классные институты касательно этой темы вот я взяла онлайн-курс мне он очень понравился там было очень много таких вот анимации и интерес интересных картинок будет интересно в основном для физиков может быть химиков кто занимается environmental science вот как я занимаюсь этой темой environmental technology environmental health то есть мне это интересно все что касается ресурсов природы у меня даже карты калифорнии здесь о чем вы говорите а здесь анатомия здесь картинки суть не в этом давайте быстренько пробежимся по этим курсом да что мы что я узнала из этого и пробежимся по акциям да какие акции сейчас очень популярны и что нужно покупать брать и следить хотя бы за этим да поехали чтобы быть богатыми я я же за то чтобы вы ребята были богатыми успешными разбирались теме и следили за новыми технологиями поехали можете на меня не смотреть и иногда это будет приводить картинки за что касается энергетики мы знаем что энергия это самый большой в мире ресурс занимает около пяти и восьми триллионов до ресурсов значит ядерная энергия как мы знаем она достаточно опасная касательно радиации на она считается самая сильная вот если бы не solar city была бы ядерная энергия вот если не нефть то была бы ядерная энергия поэтому ядерная энергия она достаточно очень мощная ее можно и нужно использовать но к сожалению опасно на вот радиация значит альтернативная энергетика да есть целая компания называется винию был энергии кто следит за акциями кстати я пользуюсь робин гудом сша потому что у меня есть social security набор и и мне можно здесь пользоваться робин гудом я не знаю как другие пользуются чем у кого нету social security набор это как ваш паспорт ваш номер здесь он очень важен сша что касается значит компания ренеуэбл энергия она сейчас очень сильно подскочила почти в два раза я ее не брала не покупала потому что есть другие компании более мелкие более рискованные я не советую вам брать рискованные можете брать фонды но суть в том что вот эти компании они выросли там на тысячу процентов да то есть там в десять сто раз то есть я брала их по чуть-чуть несколько и сейчас я за ними слежу то есть у меня такая больше стратегия по чуть-чуть у меня у мужа другая стратегия он берет сразу много за одну компанию не очень рискованную хотя бы не сказал у него рискованные тоже компании поэтому если хотите разберем наши отдельные портфель да у кого кто рис кто берет много сразу да в одну компанию я беру по чуть-чуть вот значит что касается альтернативной энергетики как вы знаете есть энергия света воздуха витряные мельницы есть энергия которую мы берем от водорослей водоросли это вообще очень мощный ресурс скоро их будут выращивать в аквариумах дома уже строят дома в германии вот я видела дома где такие застекленные аквариумы они получают свет то бишь водоросли да и они вырабатывают тепло и обогревают дом таким образом то есть это прям непосредственно будущее до нашей технологии значит водоросли они это легкие не только океана но и всего мира потому что там вырабатывается огромное количество кислорода посмотрите фильмы я привезу приведу внизу в описание фильмы которые нужно посмотреть касательно водорослей это кизы гранд это больше по про природу про ресурсы про форест да про леса есть our blue plan по-моему как-то так называется тоже там про брать испанию и там вот один человек рассказывает что он выращивает целые пруды водорослей и используют эти ресурсы для автомобилей иногда даже ресурсы он использует по моему waste какие-то waste отходы по моему даже человеческие да он использует для того чтобы зарядить автомобиль и это будущее ребятки скоро мы просто будем там грубо говоря доходить по большому по маленькому будем использовать waste и заряжать этим самым автомобиль обогревать дома то есть это все будет знаете же нею и был не будем тратить уже природные ресурсы это уже будущее это уже сейчас билл гейтс тоже в африке помогает строить всякие клинические такие системы где используют умные туалеты да для вот населения то бишь это все уже скоро будет тестируется к сожалению да на африканских странах но они очень этому рады и это очень сейчас круто прогрессирует и скоро будет и у нас вот что касается дальше водорослей они также вырабатывают очень много азота очень много добывают оттуда шугара на кукуруза также корм это такая тоже очень мощная глюкозная станция где вот тоже добывают очень много этанола то есть корн все вот эти кукурузные до плантации они используются для добывания не только еды корма животным да это корма животным это еда для нас и это этанол для бензина поэтому как только скачет бензин наверх еда тоже подскачет подскакивает как вы можете заметить и был даже такой у меня вопрос то есть почему вот так вот от цен на еду зависит нефть да вот больше всего масла что у нас производят тоже водоросли а водорослях и могу рассказывать вообще очень много курс был очень большой его проходила месяца два если вы хотите побольше увидеть на английском всех все вот эти но не билборды а как это слайды то то напишите мне я вам скину чек-лист и полностью скину вам всю информацию касательно этого курса конечно так нельзя делать но там только самые главные слайды которые вот мне понравились может быть их в районе там 50 вот что касается нефти петрулиум да вы знаете что нефть сейчас уже дешевеет нам и я не знаю что будет саудовской аравии которые только живется за счет нефти которая просто там купается в деньгах и в роскоши садор садом и гамора на самом деле там происходит да там красиво все роскошно но люди просто ну купаются в роскоши и ничего хорошего полезного по сути там мы даже не производятся хотя имея столько ресурсов они могут воспользоваться и строить очень крутые проекты вот что касается нефти значит она переходит в oil да то есть масло при 90 градусов в газ при 150 градусов но такая информация не очень важно интересное что самое интересное давайте поговорим значит biofuel да биотоплива помним да значит это могут быть от макро алджи то есть это макро водоросли они производят шуга for ethanol и for biogas значит они производят сахар да вы поняли уже для этанола этанол он используется для смешивается с бензином да вот и биогаз значит есть диаметовые водоросли да 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 там сын тайтамс значит у них очень много находится силиконы то есть это силициум это вот как раз таки тоже новое такая такое направление вы знаете сейчас литий очень сильно дорожать за счет того что строят вот эти солнечные батареи и используют очень много лития вот но литий это хорошо но здесь в данном случае у нас силицию да это у нас кремний это уже немножко другое но крем не тоже очень важен в этих технологиях попозже об этом поговорим есть зеленые водоросли обычные да вот они как раз таки являются биотопливом есть микро водоросли в основном они нужны для образования липидов то есть это что у нас жиров то для дизеля и и газолина газолин не буду говорить ладно цианобактерии это тоже является водорослями вы знаете что водоросли это такие очень интересные штуки которые похожи иногда на бактерии некоторые из них да то есть это и есть цианобактерии и они вот считаются самыми ресурсными самыми важными вообще во всей вот этой веню и был энергии это этанол это еще гор это и липид этой жиры они очень много водорода выделяют очень много фиксирует азота до извод воздуха и продуцирует водород вот все вам рассказала по максимуму это только начало это только первый week моя первая неделя была очень много информации что касается второй неделе мы уже там говорили про и сайкл про то сколько используется ферти лазер поэтому я карту здесь сделала на самом деле мне карта сша нужна потому что в каждом курсе показывают где там выбрасывают очень много нефти где там источники огромного количества нитратов куда-то сливается если будет интересно я подробно покажу вам и расскажу про карту америке да где вот эти опасные объекты единственное скажу я записываю видео на вики луч на другом моем канале где рассказывала про выбросы пластика в техасе по моему хьюстон и там вот люди страдают до крыльных нарушений потому что вот этот пластик это соединение она встраивается в нашу как бы эндокринные дам рецепторы знаете да ключ замок и наши рецепторы узнают вот этот пластик вот это вот вещество как наши гормоны поэтому к сожалению люди там очень сильно страдают ну вот что касается есть еще мертвые зоны да вот куда выливаются вот эти все fertilizer fertilizer это удобрение да в основном аммониевые удобрения то есть это аммиак это флорикоцит на трикоцит то есть все вот эти кислоты короче очень много выливаются в не colorado по моему colorado river то есть это у нас является такая dead zone 60 процентов протекает из миссисипи river да если посмотрите на карте это все вливается 85 процентов воды утекает в гольф стриме мексики из сша вот и там очень много удобрений выливается и к сожалению там нельзя я думаю купаться и даже жить там тоже нежелательно вот вот так что что касается еще каких-то моментов запишу вам отдельный наверное пост и у меня на bio yoga vs в инстаграме есть отдельная страничка где я пишу там о технологиях о йоге но йога у меня bio yoga это не только йога это вот технологии это соединение всего там биологического грубо говоря да дальше мы уже передвигались к solar к солнечным батареям что касается солнечных батарей то вы знаете да сейчас очень много в сша в калифорнии используют этих технологий потому что здесь больше всего солнца солнечные батареи они могут работать не только в солнечную погоду но и когда пасмурно но это все понятно значит фу-фу-фу на самом деле написал что очень малым я больше записывала скриншоты просто делала до всех этих моментов вот что касается еще океана да у нас 96 процентов занимает это океан да на нашей планете 25 это fresh воды то есть это наше наша вода до чистая так скажем и ледники ледники являются вы знаете теми ресурсами которые потом ты как нашего застывшая вода который мы потом будем использовать как питьевую сейчас изменением климата ледни китая то есть мы теряем очень много воды которую которая нам по сути нужна вот и да это очень печально то что сейчас вот с изменением климата к сожалению мы теряем очень много ресурсов и нам уже поздно даже просыпаться нам нужно было уже давно просыпаться чтобы как-то помочь нашей планете знаете уже как-то и помогать действительно вот то что касается вот у меня я как-то очень быстро пробежала на самом деле здесь у меня было гораздо больше ноутсов но они как-то куда-то все делись она там была еще очень интересная тема касательно загрязнения воздуха вы знаете если воздух очень сильно загрязнен в атмосфере то к сожалению у нас уменьшается работа мозга грубо говоря да у нас уменьшается функции то есть восприятие внимания и было доказано что в африке дети вот они из-за этого и страдают из-за того что очень много у них выбросов атмосферу и у них на 25 процентов снижена вот это вот тест скорость то есть это успеваем в школе да и это видно это видимые эффекты которые влияют еще на в урбанистических городах да то есть там где вот мы живем очень выбрасывается много кто-то там стучит дети какие-то прям толпанутые там они вообще уже куку они во-первых грубо скажу но они с избыточным весом вот так постоянно прыгают допрыгаются вот а значит лейбор продуктивити тоже падает то есть производственность производство труда падает из-за того что вот мы уже загадили планету вот и проблема тоже есть большие такие челленджи касательно того что в африке например до сих пор до готовят используя биофьюл то есть они используют там вот эти природные ресурсы все это сжигают это все весь дым все это распространяется на нашу планету поэтому наша задача как людей более менее цивилизованных живущих цивилизованном технологическом мире помогать вот этим меньшим странам потому что они все-таки гадят очень сильно касательно и экологии касательно инфекционных заболеваний и было это все распространяется на нас поэтому наша задача немножко помогать уже им потому что вы понимаете мы живем в одном мире это один дом нам как-то его нужно делить им для того чтобы конечно нам жилось тоже хорошо нам нужно им помогать вот так что билл гейтс этим очень сильно занимается я буду вести наверное стримы на английском касательно того чем он заниматься буду переводить фанда его видосы но там принципе все понятно что он говорит что нужно менять систему нужно делать в спонсер с такими не респонс ответственных создавать людей ответственным за инфекционные заболевания инфекционный контроль то есть это как fire fighters будут пожарные которые будут вот как раз таки тушить этот весь out break до этот весь вспышку инфекций вот и что еще касается билла гейтса тоже коротко скажу что это же видео параллельно смотрела что он занимается еще гигиеной да вот создает туалет и он шоке от того что люди до сих пор умеряют там от обычной диареи в двадцать первом веке да вот и есть модель африки деревне где вот уже есть вот эти образования туалеты гигиена все вот это хорошо создана вот тоже об этом проговорилась в курсе но этот курс достаточно старый вот сейчас вышли новые видео я сейчас еще досмотрю вот и может быть вам запишу небольшой такой постик может быть второе видео сделаю если интересно было это видео поэтому ставьте пожалуйста лайки если вам интересно было это видео чтоб я понимала вам это нравится или нет касательно да вот онлайн образование вот этих всех моих ноутсов то что я вам пишу и что вы хотите еще больше узнать то что я уже три курса прошла записывать ли мне дальше и обязательно подпишитесь на мой канал поставьте колокольчик на новые видео пишите комментарии потому что скоро будут уже происходить розыгрыши то что я уже хочу с вами познакомиться уже хочу вас поблагодарить за то что вы меня поддерживаете ребятки поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик пишите первые комментарии да я буду очень вам благодарна всем буду отвечать поэтому с тем до скорых встреч с вами был канал Yogurt Blogger. Всем пока-пока.